Друзья, здравия! Меня зовут Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня мы поговорим о такой важной теме, как улаживание негативных эмоций. Потому что многие люди, бывает, проявляют эмоции гнева, страха и другие эмоции, которые возникают как сами по себе. На самом деле, конечно, не сами по себе, а они есть в глубине нас. То есть эмоция – это энергетический ответ на ситуацию. И в человеке есть эмоции разные, да, то есть они могут меняться. Сейчас такое состояние, потом другое. Но вот зачастую людей учат эмоциональному интеллекту, то есть как управлять своими эмоциями. Но не всегда это получается за счет чего? За то, что эмоции вылазят сами по себе наружу и начинают влиять на человека. То есть сказал кто-то какое-то неправильное слово, и раз оно задело человека, и у человека появляются или обида, или боль, или гнев, или какие-то другие еще эмоции. Вот это происходит потому, что у человека накопился негативный заряд внутри. И этот заряд реактивируется. То есть если у человека, например, в прошлом был случай с физической болью, и там кто-то во время вот этого состояния боли и бессознательности сказал ему, например, убирайся, да, то есть, то эти слова, которые у человека, ну, будут сказаны в обычном состоянии, они у него реактивируют всю ту боль, бессознательность, негативные эмоции, которые там накопились. И, конечно, человек начинает злиться. Он сам даже не понимает, почему. А так, возможно, злился его мама или отец, когда наказывал его в детстве. И все это записалось. Поэтому очень важно, когда человек находится без сознания, хранить молчание, то есть говорить как можно меньше. Потому что все записывается. Это касается и врачей во время операции, и любого наркоза, и любых травм. Вот. И опять же, вернемся к эмоциям. То есть когда эмоция уже у человека показалась сама по себе, то человек хочет как-то с ней справиться. Вот. Он ее, бывает, пытается как-то подавить, то есть куда-то засунуть поглубже. Но опять же, это не работает. А работает что? Работает исцеление, когда человек осознает, как эта эмоция образовалась и откуда она идет. Вот. И когда человек таким образом исследует себя в результате процессинга, вот, у него появляется такое чувство, что он улаживает действительно свои эмоции. То есть их становится все меньше, я имею в виду негативных эмоций, за счет познания, за счет того, что человек снова возвращается вот в эти случаи, когда эти эмоции негативные образовались, и разбирает их. То есть проходит через них, перепроживает и воспринимает как есть. И у него наступает принятие, наступает понимание, как эти эмоции образовались, откуда они взялись, и, соответственно, у него состояние улучшается. Вот. И таким образом можно урегулировать не только негативные эмоции, но и все психосоматические заболевания, все, скажем так, несчастные случаи, которые произошли у человека, потери близких людей. И, конечно же, человек восстанавливает свою осознанность, уровень счастья, потому что когда у человека много свободного внимания, ему классно жить здесь и сейчас. Вот. Я помогаю людям уже 20 лет становиться более осознанными и счастливыми, и создал проект Академии Счастья, чтобы каждый мог присоединиться к нему. Поэтому, если вам это интересно, помогать другим людям, помогать себе и улучшать состояние, то пишите мне, все мои контакты будут под этим видео. Вот. И, конечно же, в соцсетях можно писать прямо в комментариях под видео. А посредством в 19.00 по Киеву или Москве я веду прямые эфиры, где рассказываю о процессинге, показываю, как он работает. Можно прямо во время прямого эфира писать и задавать вопросы, я на них отвечу. Вот. И, конечно же, буду рад вас видеть. Я даю бесплатные консультации, то есть людям, которые пишут мне, да, то есть я даю бесплатную консультацию в течение 15 минут, выслушиваю и рассказываю о том, как я могу помочь с помощью процессинга счастья. То есть мы находим наилучший выход, наилучшее решение. Поэтому вот такая ситуация. Буду на самом деле рад видеть, слышать каждого из вас. Если это видео вам понравилось, то там есть отметка «Нравится», палец вверх ставьте. И, конечно же, подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими близкими, друзьями. Я уверен, оно будет полезно им. И обязательно посмотрите видео на моем канале «Как изменить судьбу». Это очень важное видео, которое помогает человеку в улучшении себя. И там подробно рассказано, как заряд образуется и как его можно урегулировать на примере родовой травмы. Также в описании есть моя книга «Миры вечного познания», где я описал о том, как человек может создавать целые миры, целые вселенные и путешествовать между ними. Я уверен, что она вам понравится. Ее можно скачать по ссылке, которую я дам в описании. Вот на этом на сегодня все. Всем желаю гармонии, счастья, радости. И до скорой встречи, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!